Оренбургский платок Традиционно оренбургский пуховый платок Это изделие, о котором передают из поколения в поколение Те особенные свойства, рисунки, схемы Которые должна обладать искусная вязальщица И когда бабушка, находясь в семье, в доме, садилась вязать Она обязательно приглашала, чтобы на ее мастерство смотрела ее дочь, ее внуки И так мы сегодня сумели сохранить те уникальные рисунки, те уникальные моменты По которым и сегодня наши оренбургские пуховницы имеют возможность создавать оренбургские пуховые платки Служению оренбургским музеям наш герой посвятил 25 лет 10 из них областному музею изобразительных искусств Нужно отдать человеку должное Он правильно очень расставил приоритеты и понял, что это уникальная вещь Это изюминка нашего края, это лучшее в нашей сокровищнице И поэтому пропаганда и показ этой коллекции Причем очень широко, не только в России, но и за оренбургом Это, конечно, его заслуга Выставки, которые проводились раньше только в области Разлетели сегодня по всей стране Найти старые платки было чрезвычайно сложно Найти платки довоенные, это просто было нереально И вы знаете, нам повезло как музейщикам У нас были такие удивительные моменты Счастье, можно сказать, любой музейщик нас поймет Когда нам в руки попадали такие экспонаты И коллекция сейчас поэтому действительно обладает этой приставочкой уникальная коллекция Оренбургский платок – название собирательное Это и шаль, и палантин, и паутинка Теперь об этом знают не только в России, но и за рубежом Оренбургский пуховый платок покорил уже не одну страну И, конечно, надо сказать, что сотрудники нашего музея Представляли оренбургские пуховые платки в Германии, Чехии, на Мальте В Швейцарии, Великобритании, в Непале Но мало традицию сохранить, донести до ныне живущих Продолжить это дело Вот главная задача И у нашего героя это получается Благодаря его новаторству у оренбургского платка появился свой праздник Своя почтовая марка Строка в Книге рекордов России За самое массовое вязание Народная традиция возвращается в народ И вот у Юрия Дарьевича, мне кажется, есть это ясное понимание Хороший надо хранить Но надо, так сказать, насытить и музей какой-то активной, вот такой оживленной деятельностью Надо найти какие-то новые формы привлечения сюда детей прежде всего Потому что ребенок, он должен расти в понимании того большого, могучего, что искусство несет с собой Пуховой нитью нашему герою удалось связать прошлое и настоящее Сохранить для будущих поколений наследие оренбургской земли Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok